Всем привет! С вами, как всегда, ЗАЗа. Добро пожаловать на небольшой совет в GTA Liberty City Stories. Совет нам прислал Георгий Цеханский и этот совет для подмиссии Car Salesman и, скорее всего, Bike Salesman тоже сработает. Напомню, что в этой подмиссии нужно различным клиентам продавать машины различные. То есть, есть машина на скорость, машина, наоборот, на медленную езду, на езду по бездорожью и на такую, знаете, дерзкую езду, где вам приходится давить людей, набирать звезды, избавляться от звезд. В общем, последний, как раз-таки, покупатель самый, на мой взгляд, ранее был трудно, так сказать, удовлетворяемый, но Георгий прислал легкий способ, который поможет вам очень быстро пройти эту часть. Итак, в чем же способ состоит? Прежде чем мы к нему приступим, я хочу немножечко рекламы сделать. Да-да, впервые, наверное. Хотя нет, не впервые, я уже всяких хомяков рекламировал. Ну так вот, не так часто это происходит, но я хочу вам порекламировать одну группу в ВК, которую недавно сам для себя открыл, так сказать. Это группа про GTA Liberty Stories. На самом деле у них целая сеть своих групп по каждой GTA, то есть каждый, я думаю, найдет что-то свое. В общем, в чем прикол? Чуваки копаются в файлах GTA-шки Liberty Stories на мобилке, меняют всякие настройки и смотрят, что из этого происходит. Очень интересная штука. Вот недавно я поделился способом дюпа-миссии на мобилках, и человеку настолько это понравилось, что он решил открыть такие обширные тесты этого бага. То есть, что к чему может привести. Это как бы будет и мне с подручным, потому что у меня лично времени нет на все эти тесты. И как бы на мобилках, может быть, откроет что-то новое. При этом он записал ролик, как этот баг делается на мобилках. То есть, если у меня видео подходит только лишь для PSP и PlayStation 2 версии, то его способ подходит... Ну, точнее, как, способ-то не его, а способ вообще прислал мне мой подписчик в комментах в группе ВК. Вот. То способ, который записал представитель группы, его зовут Томми Версетти, так что не знаю, какое его настоящее имя, к сожалению. Вот. Он подходит только для мобильных версий. Ну что ж, я думаю, ссылочки будут все в описании, поэтому обязательно зайдите, посмотрите. Лично мне понравился контент этой группы тем, что он достаточно оригинален, то есть, ничего подобного я не видел. Ну, а теперь приступим к способу. В общем, способ состоит в том, чтобы расстреливать машины. При этом, смотрите, давайте я вам продемонстрирую. Любую машину берем, допустим, на которую приехали. И давайте я доведу сейчас уже до состояния почти что горения. Лучше вот так сделать. Ну, переборщили. Ладно, возьмем другую. В общем, в чем прикол? Это, как бы, мы можем стрелять по машинам, и тогда шкала будет заполняться. Однако есть небольшой нюанс. Машины должны находиться где-то около дороги, желательно прямо на ней, потому что иначе шкала не будет заполняться. Сейчас давайте я вам продемонстрирую это. И да, я забыл сказать, не обращайте внимания на время. У меня специально включен чит, чтобы я вот не ждал, пока откроется Capital Autos. То есть, вот сейчас 8 часов будет, у нас подмиссия начнется. Все. Car Salesman. Итак, идем сразу же к нужному нам покупателю. А это именно самый левый. Пам. Подъезжаем к машине и начинаем стрелять. Как видите, шкала не заполняется. Однако, если мы вытолкнем ее на дорогу... Так, я думаю, достаточно. То, при попытке стрелять вновь, шкала пошла вверх. При этом, после того, как машина взорвется, а мы подождем, опять же, на дороге, мы можем продолжать стрелять по ней, и, что удивительно, шкала продолжает набираться. То есть, как бы за это вы не получите много звезд, только если где-то рядом будет коп, который вас прижмет, тогда да. А так, это очень быстрый способ. Соответственно, огромное спасибо Георгию. Я надеюсь, это поможет кому-нибудь еще, тем, кто не прошел. Ну, дальше уже обычные прохождения, то есть, на скорость вот машина. Ну, это уже не так важно. Можно, в принципе, провалить подмиссию, но мне лень. Вот, если врежесть, то провалю. В общем, способ очень удобный. Я, на самом деле, в своем прохождении University Stories долго мучился с этой подмиссией, но, как выяснилось, все настолько изи, что жаль, то, что Георгий... Это очень поздно мне сказал. На самом деле, может быть, я просто не заметил, потому что он писал, что ранее уже говорил об этом. Я, к сожалению, очень быстро забываю что-то. Ну и давайте, раз уж этот ролик, можно сказать, подошел к своему логическому концу, давайте поговорим немножко, опять же, про дюб. Если Томми будет тестить различный уникальный транспорт тоже, эмиссии и прочее, 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 то почему бы не сделать бы и вам это, если у вас есть свободное время? Благодаря одному человеку, а именно просто Максиму, этого ник на YouTube, опять же, ссылочка будет в описании, наверное. Ну да, я думаю, будет. Почему бы и нет. Так вот, мы выяснили то, что этот баг в Liberty City Stories работает только на пожарных машинах. То есть, если вы пытаетесь на скорой, на полицейской тачке или на такси, то баг не сработает по той простой причине, что при зажатии клавиши вверх и выходе из машины у вас не затриггерится под миссией. В пожарке она почему-то триггерится, а вот в остальных служебных машинах нет. Так что, огромное спасибо ему. Также он говорит о том, что очень легко можно добывать теперь уникальный транспорт из гонок. Единственное, что он еще не проверил, остались ли у него уникальные свойства. То есть, насколько я помню, при каком-то там способе добычи машин из гонок у них остается только уникальная окраска, а всякие свойства дополнительно исчезают. Не знаю, при дюбе исчезают они или нет, однако это может сильно упростить задачу. Особенно, если вы играете на эмуляторе, для вас вообще это изи способ, потому что затриггерить баг с пожарком, то есть с дюбом миссии, если не получилось, то поперезагружаетесь. Прямо рядышком с рампейджем. То есть не надо ждать 2 минуты, это мне приходится сидеть и 2 минуты ждать. С другой стороны, по поводу бага с патронами в GTA Vice City Stories с бесконечными, ну и, например, в Liberty City Stories, если вы пытаетесь пройти какую-нибудь под миссию, например, Scooter Shooter, там где бесконечные патроны дают, или какой-нибудь рампейдж, тоже дюкнув его, то у вас останется как бы иконка оружия бесконечная, и вы подумаете, о, офигеть, у нас дали бесконечное оружие. Но, к сожалению, как я выяснил, опять же, при помощи просто Максима, на что ему огромное спасибо, ну и самостоятельно, если я тестил это в Vice, то, что патроны у вас не остаются бесконечными, это лишь визуальный баг. В общем, что с этим, я предлагаю теперь с этим багом еще потестить. Ну, во-первых, у вас могут поиски какие-нибудь свои идеи, что-нибудь интересное попробовать, придумать, но лично я предлагаю потестить в Vice и в Liberty какие-нибудь миссии. Возможно, этот баг поможет каким-то образом для спидранеров. То есть, помимо того, что уникальный транспорт новый мы можем получить, то и, возможно, это как-нибудь поможет спидранер. Вспоминая, например, тот же GTA 3, то время прохождения сократилось примерно на 20 минут, вроде бы, на 20-30 при помощи такого бага. Ну, Vice City там вообще просто сократилось до 10 минут, если не меньше, уже не помню. То есть, как бы Vice вообще просто, можно сказать, проходится теперь за, не знаю, за полчасика, если, типа, спокойно и размеренно. Так что даже неинтересно. Возможно, вот в Liberty это как-то поможет. Ну и, конечно, кто знает, какие еще последствия от этого бага нас ждут. Очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь из вас, ребят, откликнулся. У меня в группе был пост. К сожалению, ну, много народу я не собрал, но вот просто Максим откликнулся. Очень благодарен ему за это, за то, что он помогает. Вот. И вот поэтому я запилил этот ролик, показал вам небольшой, так сказать, ну, не лайфхак, а секретик, советик дал вам от Георгия, который, надеюсь, вам поможет. И также поговорил про Дюб. В общем, Дюба-то такая еще не... Ох, как вам сказать-то? Неизведанная, в общем, да, неизведанная часть игры. И надеюсь, что она приведет к каким-нибудь положительным последствиям. И, возможно, интереснейшим багам. Ну, а на этом, ребята, у меня все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйтесь. Комментируйтесь. Комментируйте. Подписывайтесь на группу ВК. ВК, кстати, там набралось 100 человек уже, а это означает, что я выложил свою страницу в ВК. Теперь вы можете мне написать сообщение напрямую в ВК. Единственное, что сразу говорю, в друзья я не добавляю никого абсолютно, просто чтобы не захламлять список. Ребята, извините. Хотите? Кидайте заявку, я вас буду кидать в подписчики. Не хотите? Не кидайте заявку. То есть, как бы в друзья я не добавлю. Поэтому даже не пытайтесь. В общем, еще раз советую зайти на ролик и в группу GTA Liberty City Stories. Все ссылочки в описании. Посмотрите, как этот способ работает для мобильных телефонов. Я бы сам записал. Так, ВК у меня, ребят. Не обращаем внимания. В общем, сам бы записал, но у меня нету такого мобильника. У меня обычная кнопочная Nokia. И сами понимаете, там нет такой возможности. Еще раз всем спасибо за просмотр. Надеюсь, ролики сейчас будут чуть посвободнее вроде бы. Надеюсь, ролики получатся поснимать почаще. Поэтому ждите. Скорее всего, следующий ролик даже будет по Fallout. По четвертому, да, по багам. Надо бы продолжить. И еще будет ролик по Fallout ближе к середине, даже где-то к 21 числу. Небольшой будет спойлер сейчас. Потому что у моей команды Falcon Laner день рождения будет. Четыре года, как команда наша образована. И что примечательно, и чем я горжусь, я состою в ней с самого начала. То есть, по сути, я вступал в команду, когда мне было 14 лет. Вот. И на самом деле я порадую... Мы порадуем вас, так сказать, интересными вещами. Ну ладно, еще раз всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Опять ВК мой.